дорогие друзья эта лекция 39 в истории россии 19 века будет посвящена в основном международным отношениям россии мы с вами увидим в ней как основополагающие принципы александровской политики изменялись при николае палычем который хотел их наоборот не изменить и сохранить но в силу ограниченности своих представлений политических в силу не того образования он фактически динамичный развивающийся политический мир александра превратил в охранительную систему которая в итоге привела россию к страшному застою к потере всех союзников и друзей и катастрофе крымской войны и вот как это произошло для того чтобы больше таких ошибок не повторять ведь они же не один раз в истории могут повторяться вот для этого дорогие друзья мы читаем сегодняшнюю лекцию так дорогие друзья сегодня мы читаем лекцию 39 лекцию по истории россии 19 века эта лекция посвящена международным отношениям россии между завершением русско-турецкой войны 33 годом и началом крымской войны 53 годом они охватывают два десятилетия но прежде чем говорить об этом времени надо сказать о самом главном осевом принципе русской внешней политики эпохи николая первого как и во всем император николай палыч пытался продолжать дело своего брата александра он честно старался исполнять его заветы честно приглашал его ближайших сподвижников участвовать в его политическом деле и в частности министром иностранных дел он сделал графа населерода который как раз после отставки иоанна к под истрии стал единственным управителем международных отношений российской империи но разница между александром и николаем колоссальна эта разница но в общем то в гении александр первый был безусловно гениальным политиком хотя и не оцененного россии николай первый был обычным заурядным государственным деятелем и то сложную модель которую построил в международных отношениях александр николай формально пытался воспроизводить но фактически он ее разрушил чтобы понять что хотел построить и что хотел сделать александр первый хотя об этом с вами уже много раз говорили я как раз прочту фрагмент из письма графа населероды графу густаву оттоновичу фон штакельбергу в то время русскому послу в вени это письмо 31 января 12 февраля по новому стилю 1817 года речь идет о священном союзе главный как раз центральной осевой идеи императора александра после 14 года государь не изменит свои системы система это одна и состоит в ненарушимом соблюдении мира под средством самого тщательного исполнения существующих постановлений в особенности акта 14 сентября то есть акта священного союза который его величество угодно считать краеугольным камнем восстановленной европы если же наши нынешние союзники перейдут в наступление и даже возьмутся за оружие против нас тогда настанет для них время предстать на суд общественного мнения от которого в наши дни более чем когда-либо зависят все правительства как бы не были они могущественны такова справедливо справедливая воля божественного провидения установившего чтобы в эпоху когда ветхие и отжившие учреждения не заменены еще учреждениями новыми и прочными сила общественного мнения умеряла пока длится между царствами политический и общественный порядок эти слова графа населерода крайне важны во первых конечно населероды транслирует идеи самого александра павловича очевидно во вторых суть этих идей не только в этом акте священного союза и внезыблемости принципов границ установлений которые он принял но и и венского конгресса конечно но и в том какими средствами и для чего это будет осуществляться но во первых для чего мы видим что александр предполагает что вот эти принципы священного союза важны не сами не сами по себе они важны для того чтобы в тот момент между царстве когда отжившие учреждения еще не заменены на новые он содействовал стабильности в европе александр прекрасно понимал что революция это результат отмирание старых как мы бы сейчас сказали феодальных установлений установление абсолютной монархии установление сословного государства с разными правами а то и просто с полным бесправием некоторых общественных групп с запретом на политическую деятельность с жестким контролем над самым ходом мысли граждан когда нельзя было верить не так как верит государь каков государь такова и вера народа нельзя было следовать каким-то другим политическим теориям пытаться тем более воплотить в практику вот это все умирала это как бы вы сказали опять же средневековая или абсолютистское сообщество в европе умирала и александр первый это видел прекрасно намного лучше большинства других политических деятелей тем более монархов европы этому должна наследовать другая система эту систему александр называл системой свободных либеральных свободных учреждений система парламента система свобод независимого суда система равенства всех социальных групп перед законом но между этими двумя точками между прошлым и будущим тяжелый период потрясений и вот священный союз помощь одних государств другим здесь очень важно тем более что вот этот перед этим переходом могут воспользоваться различные темные или как говорил прямо александр сатанинские силы которые постараются установить свою тиранию свою диктатуру захватив власть и под видом освобождения принести народам еще большее порабощение а он-то хотел как раз освобождение и как вы помните главная идея александра была если угодно был бег на перегонки с революции вот революция используя недовольство людей старым режимом стремится захватить власть революционеры стремятся захватить власть вот они уже попробовали во франции вот был девяносто третий год был якобинский террор жесточайший а на самом деле люди хотят не этого не террор люди хотят правильной организованной но свободной жизни и надо эту правильную свободную жизнь дать быстрее чем революционеры воспользуются несвободой желанием народов к свободе и захватят власть на этой волне для себя а не для народов вот такая была моделью александра то есть очень непростая модель вторая второй принцип общественное мнение обратите внимание если на нас даже пойдут войной наши нынешние союзники мы против них бросим не армию первую очередь не пушки не корабли мы бросим против них мировое общественное мнение мы потому что это мировое общественное мнение жаждет мир она не жаждет войны и она будет против своих правительств которые жаждут войны люди люди не хотят умирать на поле боя а взгляды цели священного союза они прозрачны это цели вот создание вот этих либеральных демократических учреждений и общественное мнение будет в основном с нами и поэтому сами народы перешедшие в той или иной форме к демократии в той или иной форме или хотя бы к представительным учреждениям они будут против войны даже если какой-нибудь король или император захочет воевать кортесы парламент сейм не проголосует за войну вот такова таково значение общественного мнения александр смотрел далеко вперед уж в россии точно такого общественного мнения не было она только формировалась может быть европейских странах но он видел все это и таким образом священный союз не цель а средство а цель освобождение народов вот освобождение народов гражданское и политическое не от колониальной зависимости европейский народ не были друг у друга в колониальной зависимости наполеон низвергнут а именно в зависимости от там скажем высших сословий от абсолютного монарка вот это была задача запомним это хорошо то есть речь идет о правильном переходе правильной транзиции но всего этого даже если предположить что александр первый совершенно искренне и ясно объяснял это своему младшему брату которого хотел передать престол этого николай не понимал тоже я думаю совершенно искренне просто в силу ограниченность ограниченность своего ума и в силу своего воспитания сначала ламсдорфом потом карамзиным когда палладиум абсолютной власти был для него высшей ценностью и для николая священный союз остался высший такой высшим принципом но уже не как средство а как цель или вернее как средство для сохранения статус-кво для сохранения монархических по возможности абсолютистских или полуабсолютистских режимов ни о какой демократии о ком парламенте речи не было александр создал свободную польшу парламентскую польшу как вы помните в пятнадцатом году дал есть самые свободные институты ради того чтобы потом распространить эти институты на россии николай настолько уважал своего старшего брата что он ни в коем случае не стал и не хотел отнимать эти парламентские институты у польши но и распространять их на россию как вы помните он совершенно не собирался он хотел сохранить польшу одну россию другую а это тоже неизбежно вело к взрыву ни поляки не могли быть довольны потому они мечтали о большем они мечтали о том что постепенно будет расширяться территория польши и одновременно естественно получать либерально свободное учреждение не русские не были довольны этим те кто мечтали о свободе отсюда восстание декабристов и когда только-только николаев зашел на престол в самый этот день 14 декабря трагический день важный день как раз насилия рода ссылает циркуляр всем иностранным послан в петербурге во внешне по где говорится от имени самого николая палыча во внешней политике я намерен строго придерживаться начал установленных моим августейшим братом и предшественником и в и в и в продолжении 10 лет обеспечивавших мир европы вы можете смело уверить его императорское величество императора австрии франции передает посол в петербурге граф людвиг фон лепцельтерн князю метр ниху первому министру австрии вы сможете смело уверить его императорское величество что как только он испытает нужду в моей помощи силы мои будут постоянным в его распоряжение как то было при покойном братья император франц всегда найдет во мне усердного и верного союзника и искреннего друга речь уже идет не об общественном мнении вы о нем забыто самого начала речь идет а я обычной физической военной силе которую вот если надо я пошлю на помощь австрийцам то есть принцип силового сдерживания ситуации 15 года то есть ситуации венского конгресса и священного союза вот что стало главной идеей николай и он при этом верил по-настоящему верил был уверен что этим продолжает политику старшего брата и настолько он был в этом уверен что до сих пор большинство историков называют священный союз чуть ли не тюрьмой народов и полицейским полицейской системы европы хотя это все имела совсем другие цели при александре и стала таковым при николай павлович это не сразу но если в делах европы николай обещал действовать вот по венским принципам в союзе с другими державами со всеми державами с францией великобритании пруссии и австрии первую очередь то и ничего не делать односторонне то на востоке иначе в турции россия будет действовать самостоятельно объявляет тут же на саль роды а в дела греции с великобритании и франции тогда речь шла о свободе греции опять же если мы вспомним что для александра был важен другой принцип не политическая свобода греции а свобода греческого народа возможности самому управлять своей судьбой пусть и в рамках османской империи то есть свобода самоуправления свобода языка религии для николая павловича тонкая материя речь идет о политической свободе и в этом мы прекрасно понимают и англичане и французы александр им кажется у крайне идеалистичным не силе рода специально предупреждает дмитрий павлович татищева направляя его послом вену что россия никогда не допускала вмешательства в свои отношения с османской империей тем более со стороны австрии и никогда не допустим запомним эти слова тогда в двадцать шестом году это принцип но не забудем же за спиной уже восстание декабристов ну и этому предшествовал целый революционный пожар в европе в двадцатые в начале двадцатых годов до вы помните неаполитанская революция испанская революция в революция в пьемонте таким образом мир революции пугает он пугает всех может быть кроме англии все континентальные державы европы и в францию которого восстановлена власть людовиков власть бурбонов и австрию и пруссию и россию в двадцать девятом году заключает россия адрианопольский мир и как вы помните заставляя и этот мир довольно мягкий но после этого европа уверена что турция покинет россию надо создавать независимую грецию греция независимая создана но турция европу не покинула и значительная часть европы нынешние болгария румыния сербия черногория остаю албания остальные значительная часть греции северная нынешняя греция остров крит оказывают дадаканецкие острова оказываются еще во власти турции турция остается в европе в тридцатом году происходит как вы помните первые вторые вернее революции вторая волна революции революции эти безусловно вот те самые для расширения прав граждан прав людей эти революции отражаются даже на англии где вместо консерватора вместо тори правивших страной с начала девятнадцатого века пришел кабинет вигов с проектом расширения избирательного закона министр иностранных дел англии лорд пальмер стон восстановить восстанавливает союз луи филиппом а как раз новая младший ветвь бурбонов который представляет луи филипп она с огромным недовольством встречена и в берлине и в вене и с особой брезгливостью в россии это как сказал прусский король революция венец корона луи филиппа слеплена прямо он говорил из дерьма и уличной грязи и она украшена булыжниками мостовой так что это народный король это вульгарный король это не король милостью божия это король воли улицы он не пользуется таким респектом при дворах как и пользовался калл десятый который был свергнут калл роберт рейсграф фон населероды эресховен а это полный титул карла васильевича населероды он сторонник продолжение политики александра с ориентацией на общий европейский мир и стабильность но он тоже не гений политики и постепенно уйдя из под такого рекомендации которые ему давал император александр он начинает мыслить более просто в обычных категориях национальной гегемонии но безусловно мира и сохранение вот этого концерта держав князь метр них государства первый министр австрии о котором в общем часто плохо говорят россии но кстати не думали о нем плохо в россии люди власти князь метр них передает в карлсбаде не селероды после свержения старших бурбонов во франции так называемую от руки написанную записку называют лоскут метр них а или карлсбадский лоскут то есть это небольшой кусочек бумаги где сказаны те принципы которые несли рода должен передать николаю на которых австрия хочет основать свою политику и надеяться на то что с ней согласится россия какой же это какие же это принципы принять за общее основание нашего поведения решение не вмешиваться во внутренние дела франции но и не допускать с другой стороны чтобы французское правительство постигала на материальные интересы европы в том виде как они установлены и гарантированы общими уговорами а также на внутренний мир европейских государств нам сейчас хотя это и перевод на русский язык но это перевод на русский язык татищева дипломата историка и нам надо его перейти на современный язык значит первое в дела франции как вы помните собирался николай вмешаться самым действенным образом стал собирать мощную армию но произошло польское восстание все было создано значит тогда еще новое восстание не произошло и армия должна была собираться вот мэттерни говорит что нет вмешиваться во внутренние дела не надо франции это ничему хорошему не приведет но не допускать посягательность на материальные интересы европы под материальными интересами понимается не то что мы понимаем сейчас не интереса кошелька а территориальные интересы то есть на пространство не перенить перемещать границ незыблемость границ а внутренний мир европейских государств это не создавать в них искусственно революционную ситуацию в отличие от александра который прекрасно понимал и видел в чем причина революции что причина революции это неправиль это возмущение народов старым порядком и надо менять старый порядок чтобы революционеры не захватили власть до революционеры паразиты на слезах народа можно так сказать их нельзя допускать к власти но сами проблемы то есть их надо решать вот в отличие от этого и метр них и насили роды и тем более николай павлович они считали что просто не надо ничего менять что революция плоха сама по себе это заговор нам совершенно неважно какой это заговор масонский или не масонский чисто политический или вообще это не заговор а групп каких-то авантюристов разных странах это неважно александр считал что это общий заговор но можно так и не считать но самое главное понять что это заговор на слезах людей а вот слез то людей как раз ними терник мне не сели рода и николай павлович видеть не хотели они как раз хотели считать что надо законсервировать нынешний порядок да потом что-то менять конечно что-то модернизировать даже может быть в россии крепостное право со временем отменить но так что никто не заметил как вы помните вообще идея революции страх перед революцией становится главной идеей международной политики европы после примерно девятнадцатого года еще при александре и тем более в отрицатые сороковые годы все пронизано страхом революции революционеры хотя вроде бы все очень стабильно все очень красиво еще все эти средневековые титулы эти длинные фамилии эти номера английский граф и виконтов третий четвертый эти красивые одеяния мантии и светских и духовных князей а все подточено уже это люди чувствуют другой немец на русской службы эрнс филипп граф он брунны филипп иванович один из крупнейших русских дипломатов учителя александра николаевича наследника престола в сфере дипломатии потом русский посол в лондоне тридцать восьмом году написал меморию записку молодому александру николаевичу о принципах русской международной политики эту меморию написанную от руки цитирует активно тот же татищ в общих на об общих началах нашей внешней политики называется эта книга эта записка там он пишет а плот образуемый ныне австрии и пруссии не должен пасть борьба мнений происходящие на берегах рейна перенесется на наши собственные границы словом россии как и в 1812 году будет вынуждена снова схватиться с францией а записка 38 года я напоминаю но борьба это можно смело сказать будет опаснее чем тогда опаснее чем нашествие наполеона придется не сражаться с врагом в открытом бою обороняться от более страшного противника мы станем лицом к лицу с революционным духом глухо подтачивающим державы самые сильные существенная польза россии требует чтобы мы держали его в удалении от себя посредством стран отделяющих нас от очага революции очаг революции понятно франции поддерживать между нами и франции нравственную преграду состоящую из дружественных нам держав и монархи твердо основанных на началах сходных с нашими таков истинный и постоянный интерес россии то есть вы понимаете абсолютно проигранная позиция только оборона в наглухо закрытой крепости и перед крепостными сооружениями вот этими равелинами этими фортами перед крепостью являются австрии и пруссии то есть не менять жизни чтобы революция ну грубо говоря прошла сверху в россии они снизу и управлялась бы властью они заговорщиками а просто ничего не менять это на самом деле позиция уже тогда было ну как бы не разделялась россия стояла на том что надо сохранять статус-кво 1815 года по той простой причине что в том восемьсот пятнадцатом году при александре первом россия действительно была во главе концерта держав и николай павлович это вполне устраивал хотел остаться в этой же позиции верховным блюстителем монархии абсолютизма вот этого системы был их столетий который так мечтал заменить александр но другие страны уже действовали иначе пруссия мечтала объединить германию все дело в том что это было же время как я уже вам говорил время оживление народов время когда народы проснулись осознали себя как этносы уже писал об этом и шеллинг уже писал об этом гегель уже писал об этом фиг ты в своих речах германской нации об этом писали итальянские политические деятели речь идет о новом национальном духе духе народов которые должны создать единые национальные государства не феодальные анклавы а единые национальные государства и германия хотела встать во главе процесса создания национального государства в самой германии что-то хотел германия плюс и а это хотелось и австрии они боролись за этот статус обе страны хотели возглавить этот процесс национального возрождения национального объединения но если император австрии и король пруссии думали о какой-то форме вот такого же средневекового династического монархического союза однонациональных государств то народы в том числе и образованные их самые образованный высший слой культурные люди типа киота они мечтали конечно о новом они мечтали о национальных парламентах в большей или меньшей степени ликвидации вот этих многочисленных государств и создание единой германии единой италии для германии был процесс созидательный для австрии было все равно много сложнее потому что австрия складывалась на китай на принципе многих языков но единой религии единая католическая религия но множество языков немецкий мадьярский славянские языки итальянский язык это конгломерат народов и в при подъеме национализма это конгломерат легко сможет распасть значит задача австрии головная боль австрии до самого конца или до восемнадцатого года это сохранить единство многих народов в условиях подъема национализма когда уже не единство религии не связывает католическая вера для многих молодых людей же перестала быть абсолютной ценностью не тем более и фигура императора не связывает в тридцать третьем году николай павлович встречается с русским королем фридриком вильгельмом третьим и с австрийским императором францем с первым он встречается в шведке с австрийским императором мюнгенградцы они обсуждают все эти проблемы а также проблема османской империи по той же династии османской династии это еще одна огромная проблема европы османская империя больной человек европы даже не помню кто первый бросил этот термин он стал уже в тридцатые годы общим местом это распадающиеся империи еще в большей степени чем австрийской в намного больше страна отставшие экономически страна плохо управляемые политически она распадается там же и национализм появляется национализм арабский египетский тюркский он тоже уже зарождается как быть с османской империи если она распадется европейские державы пытаются делить османское наследство причем у россии аппетиты вполне определенные это в первую очередь проливы это константинополь босфорда донеллы это необходимое как считает николай павлович помочь из-за этого война началась русско-турецкая это необходимый связь между богатыми хлебородными областями юга россии и миром куда экспортируется русский хлеб второй момент это православные земли австрийской империи они огромны это и валашское княжество и молдова это сербия это болгария это греция наконец вот то есть эти все земли должны тоже так или иначе быть под протекторатом ли россии войти ли в россию но николай не хочет отдавать эти земли а австрийцы страшно боятся что о идее славянского единства и правильно бояться между прочим она революционизирует их огромное славянское население и объединит его с россией и австрийская империя рухнет в этой ситуации предлагает николай какие-то соглашения сделать относительно будущего австрии но австрийский император и метр них избегают тело что-либо подобное все это повисает в воздухе тогда николай павлович решает действовать один самостоятельно поскольку османская империя ты его как он считает вотчина он там сам и будет делать но все но все не так просто получается дело в том что в тридцатом году как раз приглашается независимость греции первое отпадение от османской империи алжир оккупирован франции еще при старшей власти бурбонов тоже тридцатый год а в тридцать первом году египет отложился от османской империи египет главная жемчужина османская империя отложился от османской империи и мухаммад али на месте египта в общем то начал вести путь к полной независимости египта в тридцать первом тридцать третьем году начинается османа египетская война и когда уже войска мухаммада али вернее его сына приближались к босфору султан махмуд второй согласился принять помощь россии и 30-тысячный русский корпус николаем николаевича муравьёва карского и адмирала михаила петровича лазарева высадился на босфоре русские в три русских эскадры вошли в босфор в итоге до французы хотели вмешаться французы хотели тоже в этом участвовать но посланный с большими деньгами генерал-адъютант алексей фёдоров подкупил как он сам говорит в константинополе всех кроме султана подкупил бы султана но это уже было не нужно потому что без султана все действовали в интересах россии и таким образом благодаря только русским штыкам и только русскому флоту удалось состоять константинополь заключить почетный мир с мухаммадом али и 28 июня 1833 года русские войска покинули османскую империю заключив при этом ункер и скелесийский договор который предполагал что фактически черное море становится общим морем турции и россии и никакие другие корабли не могут входить военное время вообще в этом море а в мирное время некие военные корабли не могут входить без согласия россии и турции в черное море проливы открыты только для россии и для турции это очень не нравилось англии вот это был такой момент абсолютного могущества россии россия фактически в тридцать третьем году помогла когда оказала помощь султану махмуду она фактически стала протектором все османской османская султан был очень недоволен франции за захват алжира подозревал и францию и англию в аппетитах в отношении египта что касается россии конечно тоже никого удовольствия не было россия отняла значительную часть турецких владений на черном море шла война за кавказ такая партизанская и тем не менее он решил вот при прочих равных сейчас опереться на россии этот договор он впервые я бы сказал бил клин в англо-франко-русский союз австрии в принципе он прямую не коснулся но в молдавские княжества эти княжества в алдахи валахии молдова они же они же в общем на них претендовал постоянной австрии которая владела уже трансильванией внутренней частью нынешней румынии вот за эти княжества шла борьба и тут русские договорились с турками что эти княжества будут фактически под русской оккупации вы помните что граф киселев там был довольно долго администратором после этого этих княжеств но тем не менее в октябре 1833 года в берлине заключена была конвенция россии австрии и пруссии по оказанию взаимной помощи с целью предотвращения тех опасностей которые продолжают угрожать порядку установленному в европе публи публи публичным правом и договорами 1815 года три монархи единодушно решили как говорилось укрепить охранительную систему составляющая незыблемое основание их политики в том убеждении что взаимная поддержка правительством правительств друг другом необходимо для сохранения независимости государств и прав отсюда вытекающих в интересах общеевропейского мира предусматривался защита каждой из стран двумя иными по ее просьбе и разделение сфер ответственности пруссия отдавалась протестантская часть германии австрий католический юг европы включая швейцарию россии вся польша даже немецкая и австрийская и балканы ну конечно не как территории а как те районы которые должны будут защищать стаби их стабильность должны будут защищать на русские войска вот собственно говоря такое было разделение сфер в тридцать третьем году продолжая свою записку наследнику русского престола барон брунов писал тридцать восьмом году россии посреди весьма трудных обстоятельств удалось сохранить всеобщий мир лишь благодаря тому что она успела противопоставить охранительную систему тройственного союза соединенным усилием двух морских держав пока австрии и пруссии будут за нас одна и одного этого достаточно чтобы задержать исполнение честолюбивых замыслов франции и расстроить враждебные нам намерения англии заметим я на минуточку прерву чтение что речь вот уже только об охранительных целях у александра было были цели пересоздания европы здесь чисто охранительной цели уже у александра была идея союза всех европейских держав здесь же разделение противопоставления трехконтинентальных двум как их называют и часто будут называть морских держав франции англии на самом деле разделение идет вовсе не потому там море суши а по принципу свободных институтов после победы июньской революции во франции 30 года франция демократическая в значительной степени страна и англия тоже демократическая страна австрия и россии и пруссии страны не демократические страны без парламентов без конституции тем более россии таким образом страны старого порядка и страны нового порядка противостоят друг другу это опять же заведомо проигрышная ситуация ситуация в которой старый порядок никогда не сохранится он может продержаться чуть дольше чуть меньше он все равно рухнет новый порядок более развитых более динамичных стран он победит но продолжим чтение этой записки барона брунова и бы с той минуты как франция заметила бы ослабление ус соединяющих три двора она несомненно возвысила бы голос в свою очередь англия стала бы более дерзкой и с тем больше ревностью начала бы преследовать свой смелый план заключающийся в распространении повсюду своего политического влияния и в навязывании прочим государством конституционных форм которыми она сама управляется как вы видите все сказано откровенно ни в коем случае не допускать никаких конституционных форм держать все в рамках абсолютизма или полуабсолютизма таким образом обе морские державы кончили бы тем что осуществили бы в пользу революционных учений мечту наполеона всемирной монархии доколе будет существовать во всей своей силе охранительный союз не случится такого несчастья роль примирителя выпадающая таким образом на долю нашего августейшего монарха то есть николая палыча представляет необыкновенную важность для будущего спокойствия европы торжество революционных идей на берегах дуная и иодора то есть в австрии и пруссии будет касаться нас гораздо ближе чем били парламентской реформе или июльские баррикады вот почему мы должны считать дело монархии в пруссии и австрии не чуждым нам делом а вопросом прямо касающимся россии конечно может наступить время когда австрии и пруссия подчиняться непреодолимому влиянию духа времени тогда наши интересы разделятся россия останется одна на поле сражения это может случиться но этого еще нет даже брунов понимает что это непреодолимый дух времени но если это непреодолимый дух времени зачем же с ним бороться надо наоборот попытаться его оседлать и двигаться на нем и не дать им завладеть революционером но этого не понимает николай палыч как не понимают очень многие политики охранители вплоть до сего дня и в этом трагедия такой примитивно охранительной политики всегда она всегда кончается крахом всегда абсолютно у нее нет шансов народ в абсолютистских государствах требует политическую свободу конституционных республику или парламентскую монархию британского типа но николай палыч продолжает свою политику охранительства и да когда некоторой степени с ним солидарен особенно австрийский император которому тоже есть что охранять свою распадающуюсь по национальным линиям империю ну и до некоторой степени прусский король и вообще германские государь особенно маленькие средние германские государь и которыми почти со всеми в родственных отношениях дом романовых николай палыч но который который понимает что в будущей германии национальной германии их роль будет ну небольшой если вообще будет что будет шин другие силы определять будущее германии в августе 35 года император николай палыч встречается в теплице ныне это чехия 90 километров от праги городок в судетах с новым австрийским императором фердинандом и с королем фридрихом вильгельевым третьим поддержание монархического принципа не только в россии но и за ее пределами неотъемлемое право россии и ее священная обязанность был уверен николай палыч и эту идею внедрял своим собеседникам мы вам поможем совершенно бескорыстно россия поможет опять же одна из тенденций вот этой глупой русской политики мы пошлем войска сколько хотите войск то что эти войска будут погибать то что они будут посланы на деньги собранные по копеечки с подушной подати нищих русских крестьян это николай палыча не волнует как не волнует и многих других русских политиков важно то что у нас много мы большая страна у нас большой народ и мы можем спасать большую армию многие тогда в россии в славянофильском особенно лагере исходили из принципа не тронь меня то есть россия разомкнуться в своих границах быть тоже охранительный но не лезть в европу но николай палыч был же продолжать крем дело своего брата он хотел быть общеевропейским политиком он честно хотел продолжать его линию на священный союз но только понимаемую им просто элементарно в христианской европе вмешательство возможно только по просьбе законных государей в азии произвольно если где-то в азии наступает хаос тогда же в теплице заключается соглашение об оккупации тремя державами вольного и строго нейтрального города кракова все дело в том что когда венский конгресс принимал свои решения для было принято и решение о вольном городе кракове который оставался независимым как бы от всех трех государств соседних от австрии пруссии и россии войска этих трех государств не должны были в него вступать там управлял местный польский магистрат это маленькое польское государство оставалось последней тенью польской свободной республики речи посполита польской кстати говоря большое значение в управлении краковом принадлежала и профессурии егелонского университета образованной культурной части польского общества но в революционных событиях 30 31 года в польской войне против россии за независимость краков сыграл уже большую роль именно там на независимой земле и принимались решения туда уходили от плена проигравшие польские части многие и поэтому в этом соглашении было сказано что если будут замечены какие-то опасные для трех держав моменты в поведении кракова то тогда он должен быть оккупирован тремя державами это было решение принято в октябре в 35 года уже в феврале 36 года краков был оккупирован тремя державами только под давлением как раз тех самых англии франции которые как раз требовали соблюдения независимости этого последнего польского кусочка свободного только под давлением англии франции оккупационные войска были выведены окончательно к 41 году в тридцать девятом году вспыхивает новая война между египтом и турцией мехмет али я опускаю массу деталей для нас они важны он прогласил себя независимым правителем египта и сирии и и 24 июня 39 года ибрагим паша сын мухаммеда али разбил турок при незибе кстати артиллерии турок командовал генерал генерал хельмут карл фон мольтке старший и был открыт уже путь на константинок все опять египет мог запросто разгромить турок но тут уже да и в к тому же умер султан махмуд второй буквально через несколько дней после битвы при незибе и 2 июля султаном стал абдул-миджит первый который правят будет править но 1861 года флот турецкий бежал весь в египет к мухаммеду али и у турок вообще практически не осталось ни армии не защиты курды разбежались туркмены разбежались в этой ситуации новый султан думал уже соглашаться на независимость и и египта но европейские держава в том числе россия убедили не делать этого 22 августа 39 года союзные державы получили от султана право на переговоры с египтом россия так боялась того что во франции революция что она готова была произошла уже революции до июльская что она готова была отказаться от своего и на вла и такого едины и единовластного протектората над османской империи который был заключен к помните в тридцать третьем году и опять согласиться поставить османскую империю под концерт держав этого требовали союзные австрии в первую очередь против этого не возражала пруссия и конечно за это выступала великобритания и 15 июля 1840 года в лондоне прошла конференция в которой участвовали англия россия австрия пруссия и турция а франция поддерживала египет тогда и англия этим очень недовольна и это конференция решила начать военное вторжение в египет в сирию для того чтобы обеспечить сохранение османской империи османскую империю надо сохранить да она в очень плохом состоянии но ее если делить это будет во-первых непонятно может быть анархия на больших территориях во вторых могут переругаться сами европейские державы лучше все сохранить и после от принятия этого решения франция перешла на сторону остальных держав подписал тоже эту конвенцию в сороковом году и летом сорокового года английские австрийские войска высадились в сирии такой знаменитый политико-вантюрист август джакома йохмус барон катиньола вместе с турецкими войсками занял восставший против египта христианский горный ливан и соответственно составу времени идет отсчет христианской автономии ливана союзные английские в основном войска заняли 10 октября беру 3 ноября акру мехмед али был принужден к перемирию и 27 ноября сорокового года английский адмирал чарльз джон нейпер подписал перемирие капитуляцию с египетским правителем и и 13 июля 1841 года это перемирие превратилась в договор подписанный пятью державами уже с участием франции опять же в лондоне поэтому решению проливы были закрыты для военных судов всех наций и и как формулировался этот договор целостности независимость атаманской империи в интересах упрощения европейского мира то есть фактически таким образом да но если вас интересует судьба мухаммеда али то его оставили правителем только египта наследственным правителем только египта без сирии и на египте над османскую империю фактически были распространены венские соглашения 15 года о незыблемости границ это вот запомнил это важный принцип вскоре после этого умирает русский король фридрих вильгельм 3 своему наследнику фридриху вильгельму 4 он говорит в особенности надо заботиться о том чтобы россия австрия и пруссия продолжали пребывать в единении это его предсмертная записка моему милому фрицу но милый фриц склонялся к союзу с англией и введению пусть и ограниченного народного парламента видишь что ситуация в османской империи очень нестабильно в 1844 году николай павлович поехал с государственным визитом великобританию этот визит был по его инициативе но англия естественно его с радостью приняла 31 мая он со свитой высадился в ульвиче был принят молодой королевой виктории и произошло и виктории и принц-консорт альберт были ну очарованы николай вообще император николай павлович умел очаровывать с равными он вел себя равна с английской королевой конечно вел себя равна и амбурди такой вот оплот монархического принципа европы а ведь тогда даже в англии даже королева виктории особенно принц-консорт как вы помните немецкий принц связан с новым бельгийским престолом вот а еще все думали о том что вдруг вернется вдруг то эпоха революции закончится вдруг монархический принцип не полностью но укрепиться таких людей к александр палыч александр первый были же единицы среди монархов вообще не было которые думали будущее о демократии о прогрессе и поэтому с николаем палычем королевская чета общалась очень дружески но были довольно дружеские и встречи и конструктивные переговоры с правительством великобритании с с лордом джорджем гамильтоном гордоном четвертым графом абердином тогда министром иностранных дел великобритании и с премьер-министром великобритании главной темой переговора была турция вот граф абердин он оставил записки которые понятно в россии об этом не говорили тогда это было все по за семью печатями это была тайна но в европе это не было и граф абердин оставил записки они уже были опубликованы через несколько десятилетий что говорил николай палыч как шли переговоры николай говорил турция умирающий человек мы можем стремиться сохранить ей жизнь но нам это не удастся она должна умереть и она умрет это будет моментом критическим я предвижу что мне придется заставить маршировать мои армии тогда я австрия должна будет это сделать я никого при этом не боюсь кроме франции чего она захочет боюсь что многого в африке на средиземном море и на самом востоке сам восток это сирия это ирак ливан пугая абердина возможности французских притязаний в египте сирии и на средиземном море то есть именно там где англичане ни за что не хотели допускать французское владычество царь продолжал не должна ли в подобных случаях англия быть на месте действия со всеми своими силами и так русская армия австрийская армия большой английский флот в тех странах так много бочек с порохом поблизости от огня кто убережет чтобы искры его не зажгли вывод был ясен и царь его сделал весьма определенно в разговорах с абердином и с министром робертом пилем чтобы успешно побороть французские вожделения чтобы не дать и австрии воспользоваться наследством больного человека россия англия должны заблаговременно сговориться царь повторил то что сказал в 1833 году в мюнхен греция метр ниху тогда когда он говорил в мюнхен греция о больном человеке метр них прикинулся глухим а теперь в 1844 году царские слова об умирающем человеке были услышаны в инзоре и абердином и пилем но это же были то ли это были консерваторы они были готовы услышать николая палыча турция должна пасть сказал царь роботу пилю я не хочу и вершка турции но и не позволю чтобы другой получил хоть ее вершок роберт пиль поверил царю что англии приятно было бы при будущем разделе турецкой империи получить именно египет англия относительно востока находится в таком же положении в одном ли то есть не в не хочет ничего в одном лишь пункте английская политика несколько изменилась в отношении египта существование там могущественного правительства такого правительства которое могло бы закрыть перед англией торговые пути отказать в пропуске английским транспортом англия не могла бы допустить понятно что под могущественным правительством имеется не правительство мухаммеда али а имеется в виду правительство франции франция постоянно тогда стремится по следам наполеона в египет роберт пиль знал что царь не претендует на египет а претендует на константинополе проливы а также на молдавию и валахию на египет же претендует французы николай продолжал теперь нельзя решать что следует сделать с турцией когда она умрет такие решения ускорит ее смерть поэтому я все пущу вход чтобы сохранить статус кво нужно честно и разумно обсудить все возможные случаи нужно прийти к разумным соображениям правильному и честному лишь соглашению царь когда вернулся в россию даже приказал графу населероды отправить в англию мемуар с изложением всех своих мыслей она об необходимости заблаговременного соглашения на случай разбор распада турции ему очень хотелось себя у себя иметь какое-то соглашение подписанное пилим или абердином но английские министры связывать себя документом не пожелали это было как вы помните в июне 44 года в июне 46 кабинет роберта пили ушел в отставку виги победили на выборах и сформировали правительство главе с лордом джоном расселом первым графом расселом кстати говоря дедом бэртона рассел известного философа и в качестве министра иностранных дел с генри джоном темплом третьим виконтом пальмерстоном в качестве статс-секретаря по иностранным делам тот самый лорд пальмерстон виде как вы помните были либеральной партии она 10 они действительно большей степени отстаивали принцип независимости нации это была партия будущего партия свободных народов европе и пальмерстон еще в тридцать седьмом году говорил русскому послу в лондоне по царе борга европа слишком долго спала на теперь пробуждается чтобы положить конец системе нападений которые царь хочет подготовить на разных концах своего обширного государства то есть в отличие от тори которые соглашались пусть осторожно но делить мир с русским царем абсолютистским виги не хотели этого видеть и никакого распространения власти абсолютистской россии на свободные или полусвободные государства не желали и вообще не желали потому что понимали что даже усиление в турции россии тоже очень опасно для европы поэтому пытаться возобновить в сорок шестом году с пальмерстоном те разговоры которые так легко и удобно было вести с пилем и абердином царю представлялось совершенно невозможно надо сказать что и идея пансловизма тогда многих увлекавшие не увлекала николая павловича николай павлович выстрел в категориях не наций абсолютизма и в этом всем был согласен не селе роды в отчете по международным делам за 1845 год если рода писал царю словизм есть ничто иное как маска которая прикрывается революционная пропаганда французов и поляков ищих возмутить славянских подданных австрийского императора и султана то есть славизм мы не должны вот были пансловисты в россии и славянофилы и как мы знаем киево-мефодиевское братство в киеве но на самом деле славизм это только и только оружие как считал и не силе рода и николай а потом стали считать иначе уже александр второй читал совершенно иначе оружие в борьбе против империи против охранительного духа абсолютизких и полуабсолютизких империй вот такая вот позиция проездом находясь в вене в декабре 46 года царь заговорил вновь снова с метернихом о турции и счел необходимым заявить ему что институция распадется то константинополя он никому не отдаст если кто попробует послать туда войска войска то он царь явится константинополе раньше а если он уже войдет туда то там и останется это были скорее объявления о намерениях чем предложение дележа константинополь наш говорил царь метр ниху в это время замышляется новое общепольское восстание поляки совершенно не смирились со своим статусом разделенного народа со статусом народа потерявшего свою родину и разделенную между пруссией австрии и россией на сорок шестой год на февраль март сорок шестого года намечено было общепольское восстание о нем узнали о этом планах по-разному отреагировали в русской польше и в прусской польше познали были просто арестованы почти все заговорщики и таким образом восстание было создано австрийцы устроили более страшную вещь так называемую галицийскую резню когда они подбили местных крестьян а крестьяне там в основном русины в галиции и поляки тоже против выступить против шляхтичей обещаем деньги за каждую голову вот такого шляхтича революционера погибло до трех тысяч человек в этой страшной резне причем многих убивали прямо на глазах австрийцев убивали и шляхтичей убивали и священников но не трогали не богатых крестьян не австрийских чиновников такое страшное было явление вот это галицийская резня февральская но восстание началось в кракове куда и восстание и восстание имеют польское восстание началось в кракове его возглавил ян тысовский он объявил о создании польской республики упразднение сословий и передачи земли крестьянам именно тогда было принято принято решение о присоединении кракова к австрии 15 апреля 46 года австрия объявила о том что краков присоединяется к австрии как чтобы не было вот этого анклава который вносит смуту во все польские дела как видите вот принятие польши оказалось на самом деле не радостным приобретением а постоянным бременем обременением которое приводило к очень жестоким решением и русских и австрийцев и пруссаков лондон и и париж и даже берлин были против присоединения кракова к австрии но русский царь согласился на на это следующий вот этот и это опять же в билла клин между лондоном парижем веной с одной бирблона нам парижем с одной стороны вены и петербургом с другой понятно что это было прямое нарушение венского конгресса решение венского конгресса следующее нарушение решения венского конгресса это была так называемая зонденбургская война в швейцарии в швейцарии началась гражданская война в ноябре 47 года католические кантоны отделились от протестантских и это было сделано под франко-австрийским таким патронатом не забудем что обе страны были католические франции австрийская конфедерация стояла на пороге распада война продолжалась две недели была самая малокровная гражданская война в мире в ней всего было около 100 погибших из 400 раненых обе стороны призывали жалеть противника это наши соотечественники не разорять мирных жителей то есть это была война уже по принципам если угодно которые до сих пор не воплотились принципам не знаю 22 века и вмешалась англия которая прекратила это безобразие вместе с пруссией они восторга сохранили швейцарскую конфедерацию единой до католики проиграли протестантам действительно лорд пальмер стон поддерживал как раз как министр иностранных дел швейцарскую конфедерацию и на освободительные движения в италии потому что в это же время идет идут мощные освободительные движения в италии за объединение италии в италию посылается такой известный политический английский деятель лорд мин то это гильберт мюррей кинемонт второй лорд мин то который должен был убедить итальянских государей пойти на уступки народу создать конституции вести парламенты убедить начать либеральные реформы в неаполе провести посредничество между королем и восставшим народом сорок седьмом году уже италия кипела и в этом смысле очень интересно письмо которое лорд пальмер стон писал лорду мин то в октябре сорок седьмого года она показывает изнутри английскую политику вот понимаете мы все там плохо разбираясь всегда говорим о кознях там англичанки коварности альбиона на самом деле все по-другому вот что пишет парламент стон правительство ее величество проникнуто убеждением что государь и их правительство поступили бы мудро следуя в управлении своими делами системе прогрессивного улучшения стремясь излечить обнаруженное по тщательному расследованию зло и время от времени преобразуя древние учреждения своих стран так чтобы они согласовывали с постепенным ростом умственного развития и возрастающим распространением политических знаний правительство ее величество считает за непреложную истину что если независимый государь по зрелым размышлений признает полезным в пределах своих владений ввести в законы и учреждения страны улучшения по мнению его клонящиеся к увеличению благосостояния его народа то никакое другое правительство не имеет права пытаться ограничить эти меры или вмешаться в такое отправление одного из существенных преимуществ самостоятельной верховной власти как вы видите здесь названы опять же очень важные принципы они в а это в общем та же линия что и линия александра первого но она уже здесь естественно через там 17 47 год через 30 лет она уже четче сформулирована рост образования в том числе и политического образования политического просвещения народов требует изменения древних институтов древние институты больше вот эти институт абсолютизма институт сословного государства больше не сообразуются с нынешним состоянием умов и более образованных и проникнутых новым национальным духом этническим духом и надо государям совершать те реформы сверху но есть правители могущественные в первую очередь имеют в виду конечно русского царя до некоторой степени австрийского императора есть могущественные правители которые хотят этому помешать которые хотят заморозить средневековый уклад европы чтобы люди забыли и о национальном возрождении и о славизме и о как бы немецком единстве чтобы люди забыли о свободе гражданской есть такие но они не имеют права вмешиваться ни одна страна не имеет права вмешиваться в другую в дела другой страны когда она совершает прогрессивные реформы ну разумеется в то время был и принцип противоположных что если страна у себя там зажимает все то тоже особо вмешиваться нельзя но тут были оговорки а на сейчас как вы знаете это принцип примата прав человека над правами государства то есть сейчас после второй мировой войны уже народы не позволяют там скажем устраивать холокосты в одной отдельной взятой стране это преступление против человечности человек такового вот вот эти все идеи первоначально уже формируют формулируются сначала александром первым потом лордом пальмерстоном и англия проводит именно эту линию она и выгодна конечно новые прогрессивные режимы это режимы более интенсивной торговли более интенсивного культурного обмена и лидером в этом процессе является англия кто является лидером промышленной революции страны арахаичные консервативные бедные как россия мало покупающие мало продающие ей в общем экономически не выгодно но россию она готова некоторое время оставить в покое главное не мешало не мешало в европе не мешало развитию европы по пути либерализма демократии свободы вот это акт абсолютно четкий принцип сформулированы британской политикой в том числе британской международной политикой лорд палмерстон сообщил австрийскому кабинету что если австрий вмешается во внутренние дела италии естественно пытаясь поддерживать в этих абсолютистских правителей то англии и австрии будут не на одной стороне так дипломатично сказано а николай однозначно поддержал австрию в ее борьбе за сохранение гегемонии в италии а в италии в это время австрия обладала и большими территориальными владениями это вся ломбардия это венецианская область и ее вассалами были многие небольшие государства центральной италии там лука модена герцог слотосканская даже папская область и император николай послал 6 миллионов рублей золотом из русского казначейства чтобы помочь собрать армию австрийцам австрийскую армию для борьбы в италии против вот этих новых тенденций и даже сообщил что готов поддержать австрию войсками если на ее владение в ломбардии нападет сардинский король карл арберт а сардиния или примон одно и то же это было единственное независимое вполне государство государства италии через которое потом и началось объединение всего итальянского полуострова апеннинского полуострова и в котором как вы помните виктор и мануил 3 стал великим королем объединителем италии но начиналось все тогда то есть николай был готов давать деньги и прослать русские войска чтобы обеспечить вчерашний день в италии а в италии идет революция и князей луки и модерны просто прогнали великий герцог модернский сам согласился давать конституцию вот тоже под страхом что его прогонит папу лишили светской власти в папской области и вот все австрии должна восстановить в том числе и на русские деньги николай не скупился на деньги с тогдашних своих налогоплательщиков устанавливать европе порядок вчерашнего дня но это сорок седьмой год наступал год сорок восьмой наступал год так называемый весны народов сорок восьмом году началась революция во франции 24 февраля народ франции восстал луи филипп сохранял цензовую демократию для того чтобы голосовать надо было платить налог в 200 золотых франков для того чтобы быть избранным надо было платить надо было иметь налогов прямых налогов платить в 500 франков из всех французов которых тогда мужчин французов совершеннолетних старше 21 года было 9 миллионов 300 тысяч из них право избирать имела только 250 тысяч человек безусловно это не была демократия в прямом смысле этого слова и когда народ требовал расширения избирательного права или всеобщего для мужчин избирательного права а женщин никто не говорил нигде то премьер-министр франции у луи филиппа франсуа гизо известный историк очень культурнейший человек цинично сказал вы хотите участвовать выборах обогащайтесь станете богатым будете участвовать в результате луи филипп правительство луи филиппа пала луи филипп отрекся от престола временное про революционное правительство республиканская ламартена было признано всеми и не успела она быть признана как произошла революция в австрии 13 марта значит 24 февраля 13 марта она началась с лозунгами долой метр ниха не хотим русского союза то есть народ австрии в основном интеллигентная молодежь не желали вот больше этого абсолютистского полуабсолютистского режима который был наследован слабоумным фердинандом после смерти императора франца и не желали тем более союза с абсолютистской россии хотели свободы они хотели жить по английскому образцу на улице вышла академическая молодежь студенты вены герцог людовик который брат и фактически правитель австрии при слабоумном императоре фердинанди эрц герцог людовик приказал ни в коем случае не применять оружие не стреляйте в свой народ он запретил войскам маршала виндиш греция находиться в городе вместо митерника было назначено про и во главе правительства причем его назвали министром-президентом модный тогда термин чешского графа франца антона фон калаврата липштейнского который пообещал широкие либеральные реформы но граф калаврат правил всего 15 дней с 20 марта по 5 апреля вооружу академическая молодежь вооружилась вообще рабочие и студенческие отряды заняли вену фактически они контролировали год новым министром-президентом был назначен еще более либеральный карл людвиг фон фикельмон 28 апреля сорок восьмого года эрц герцог людовик над имени естественно императора фердинанда даровал крайне либеральную конституцию со всеми гражданскими политическими свободами с выборами в учредительное собрание которое должна была определить будущее империи страна скатывалась в анархию распродалась на национальные части венгрию чехию ломбарда венецию то есть все эти страшные сны метр них избывались отвечая на письмо метр них которым он извещал русского императора об отставке это письмо от 4 апреля нового стиля сорок восьмого года им русский император писал в глазах моих исчезает вместе с вами целая система взаимных отношений мыслей интересов и действий сообща на новом пути на который ныне вступает австрийская монархия и невзирая на добрую волю ее правительство крайне трудно будет обрести их в одинаковой степени под одной формой то есть николай палыч вообще прекрасно понимался некрасиво писал прекрасно понимал что стали порядок гибнет но одновременно начинается и в германии революционное движение то чего так боялся не сель роды что через рейн перейдут идеи революции так они перешли 31 марта сорок восьмого года во франкфурте на майны собрался общегерманский сейм и на 18 мая сорок восьмого года был назначен созов учредительного со общегерманского собрания уже собрание не князей а собрание народа германии немцев вот эта идея единой народной германии она становится реальной но король был против пуски король были против конституции он говорил что конституция это листок бумаги между королем и народом однако после свержения монархии во франции в 48 году али сорок восьмого года народ пусть и стал требовать от короля встать во главе объединительного национального движения не отставить прусского короля но возглавить национальное движение единый народ во главе с королем народная монархи это слово стало произраститься все чаще и чаще Народная монархия. Монархия не милостью Божией, а волей народа. В Берлине также захвачены арсеналы народом. Войска выведены из Берлина 18-20 марта 1948 года. 21 марта 1948 года прусский король обратился к моему народу и германской нации. Совершенно новая форма обращения ко всей германской нации. Отныне Пруссия должна слиться с Германией, говорил он. Надо создать единое германское отечество вместе с Австрией и всеми германскими государствами. Конечно, это была революция. Вот эту весну, у нас же есть арабская весна. А ведь на самом деле та весна, весна 1948 года, называлась весной народов. Весной народов. Народы осознали свою силу и осознали свое единство. Народов в самом этническом смысле слова, как немцев, итальянцев, венгров. В Россию известия о революции во Франции пришли из Варшавы 21 февраля, 5 марта, по новому стилю. Был бал у наследника. Вот как об этом пишет Модест Корф. Пришли в субботу на сырной седмице, в воскресенье был бал у наследника. Первые разговоры начались еще в субботу, но большинство людей узнало о революции только в воскресенье 6 марта нового стиля, 22 февраля. 22 февраля, в заключительное воскресенье Масленицы, был назначен бал, как я уже говорил, у наследника царевича. В пять часов в залу, где шли танцы, вдруг входит государь с бумагами в руке, произнося какие-то невнятные для слушателей восклицания о перевороте во Франции, о бегстве короля из Парижа и тому подобное. Сперва царская фамилия, а потом мало по малу и все присутствующие устремились за государем в кабинет наследника. Здесь государь громко прочел депешу, полученную от посланника нашего в Берлине барона Мейндорфа, и всед затем заставил принца Александра Гессенского, брата царевны, прочесть также громко чрезвычайное прибавление к берлинской газете, присланной при этой депеши. Последнее было сказано, что из Парижа нет ни газет, ни писем, но что приехавший оттуда в Брюссель путешественник сообщил вести, который, находящийся в этом городе прусский поверенный в делах, передал своему двору, а Мейндорф спешит представить государю с особой эстафетой. Во Франции была республика. Вечером, когда и мы все собрались на бал, которым государь вышел гораздо позднее, первые, кто попались ему на глаза, были стоявшие вместе князь Менщиков, наш посланник в Вене, граф Мэдем и я. «Что вы об этом скажете?» – сказал он, обращаясь преимущественно к Мэдему. «Вот, наконец, комедия сыграна и кончена, и бездельник свергнут. Вот скоро восемнадцать лет, что меня называют глупцом, когда я говорю, что его преступление будет наказано еще на этом свете. И однако же мои предсказания уже исполнились. И по делам ему, прекрасно, бесподобно, он выходит в ту же самую дверь, в которую вошел. То есть к Людовику у него самое отрицательное отношение. Голоса, раздались голоса. «Не может быть, статочное ли дело? Все казалось так спокойно», – это говорили аристократы на балу. «Мы были уверены, что живем в самой прозаической пресной эпохе. И вдруг нечаянно попали во весь разгар революции 1789 года». Говоря о состоянии умов в это время, Модест Корф пишет, «По мере того, как после известия о французской революции следовали одна за другой вести о восстании в Германии, умы в Петербурге все более и более приходили в напряженное состояние, хотя, собственно, в России все благодаря Богу продолжало обстоять по-старому. При таком расположении умов все, казавшиеся еще за две недели до того предметом первостепенной важности, отодвинулась вдруг на последний план и лишилась всякого значения. И интересы, и направления, и мысли, и оценки вещей – все в эти роковые две недели изменилось до такой степени, что настоящее представлялось как бы тяжелым сном, а близкое прошедшее отдалившимся на целые годы. Все ходили озабоченные в каком-то неопределенном страхе. Где только сходились два человека, там непременно шла речь о современных событиях на Западе. Публично слышался везде один лишь голос негодования и омерзения. Войско одушевлено было превосходным духом, и все офицеры и вся молодежь сразу желали одного – войны. Купечество горевало об участи 50 миллионов рублей за год перед тем, вверенных нашим правительством французскому, то есть в банке французские положено, говорили и кричали более всего в бюрократии, но в ней никогда не было у нас ни единодушия, ни силы. В училищах являлись разные партии, между ними и партия красных, мечтавших о республике даже и для России. Но тут расправа была нетрудна. Все это не представляло никаких серьезных элементов для опасений. Тем более, что господствовавшая тогда на Западе идея свободы книгопечатания, вот все это было чуждо России. Вот эту вторую часть цитаты я уже приводил в свое время. Император опять по своей традиции решил направить во Францию войска. Тот же Корф зафиксировал такой разговор графа Киселева, нам с вами известного, и князя Варшавского, так называемого, это Паскевич, генерал Паскевич, который, как вы помните, Еревань взял и Варшаву покорил, и написал, «Ваше императорское величество, Варшаву ваших ног». И вот теперь Паскевич говорил, «К весне мы можем выставить 370 тысяч войска, а с этим пойдем и раздавим всю Европу». Это какие-то характерные слова. «Очень хорошо», – сказал ему Киселев разумный, «да где ж возьмете вы на эту армию денег?» «Деньги? Всякий даст, что у него есть, и я сам пошлю продать последний мой серебряный сервиз». Ну, невелики еще будут эти деньги. Да другой вопрос, кому же командовать вашей армией? Как кому? А на что же Паскевич? Кто поправил Ермолова грехи? Кто Дибичевы? Кто во всей новейшей истории счастливый и с полным успехом совершил пять штурмов? Все тот же Паскевич. А вось Бог даст ему и теперь не ударить в грязь лицом. Как вы видите, излишней скромностью князь Варшавский не отличался. Но надо сказать, что эти голоса через несколько дней совершенно переменились. И к 29 февраля, год был високосный, 29 февраля по старому стилю государь твердо решил никаких войск не посылать, остаться в своих границах. Однако он повелел издать манифест о революционных событиях в Европе. Этот манифест был издан 14-26 марта, написан был 13-48 года. Примечательно, что этот манифест написан самим императором Николаем. Корф его только даже не редактировал, он, собственно, не решился его редактировать. Вот как его император Николай написал, так он и был истин. Надо сказать, к чести императора Николая, что писал он довольно красиво. Но посмотрите дух этого манифеста. Это страшный, на самом деле, испуг. После благословений долголетнего мира Запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими неспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Разливаясь повсеместно с наглостью, возраставшей повсеместно по мере уступчивости правительства, поток сей прикоснулся, наконец, и союзных нам империи Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своем и нашей, богом нам веренной России. Но да не будет так. По заветному примеру православных наших предков, призвав на помощь Бога Всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашей Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших. Мы удостоверены, что всякий русский, всякий вероноподданный наш ответит радостно на призыв своего государя, что древний наш возглас за веру царя и отечества и ныне предукажет нам путь к победе и тогда в чувствах благоговейной признательности, как теперь в чувствах святого на него упования мы все вместе воскликнем с нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся, якос с нами Бог. Все манифесты государя были законами Российской империи, и этот закон во втором издании полного собрания законов Российской империи вошел в том 23 под номером 22.087. То есть это русский закон. Но посмотрите, в нем никакой войны нет. От посылки в войну, слава Богу, отказались. Идет революция не у нас, идет революция в Австрии, Германии, Франции, Италии. В чем дело? А так выдержан манифест, как будто бы мы завтра идем в бой. Вот это ужас, это страх перед новым. К 1948 году Николай Павлович окончательно утратил понимание динамики развития политического, исторического, и стал только консерватором. Сохранить то, что есть. Убийственная, совершенно убийственная политика, которая через несколько лет приведет Россию к катастрофе Крымской войны. Но вот здесь она выражена очень красиво. Более того, не думать, что это были холодные работы пера. Вот что пишет, когда этот манифест, написанный на листе бумаги, Николай дал барону Корфу, он сказал вот прочти, а сам стал слушать. И дальше барон пишет, я кончев взглянул на государя, у него текли слезы. Очень хорошо, сказал он, переделывать тут кажется нечего. То есть он плакал. Он был, понимаете, вот в таком состоянии, я бы сказал, крайнего психического возбуждения. И этот мощно красивый мужчина, любитель большого количества женщин, он здесь рыдал и в ужасе, и в восторге, и в умилении от того, какую он преграду словом поставил перед Европейской революцией. Когда наследник Александра Николая 14 марта зачитал этот манифест офицерам гвардии, все эти офицеры рыдали, целовали руки наследнику царевичу, а маленькие дети царевича испугались этого восторга, хотели вообще царевича на руках носить и подкидывать, но маленькие дети испугались и расплакались, тем самым испортили триумф. Однако император распорядился, что в церквях после прочтения манифеста на литургии необходимо хору петь «Спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твое». То есть молитва, короткая молитва Кресту, победа православным христианам, сопротивная даруя, да. Вот это пелось во всех храмах. Однако в самой России, дорогие друзья, ситуация была тоже, я бы сказал, неоднозначна. Не надо думать, что русское общество было молчаливым обществом тогда. Да, высшие слои боялись, но даже Коров пишет о том, что были разные идеи, в том числе и красные, они точно были. В сороковые годы вот это возрождение духа, это интеллектуальный поиск, он достиг высокого уровня в России. Конечно, он лег на удобренную золотым веком Александра почву. И это было следующее поколение после вот этого Александрова века. Но в сороковые годы главной идеей законодателем умов был Белинский, неистовый Виссарион, Белинский, его отечественные записки, которые издавал Краевский. С сорок седьмого года современник Панаева и Некрасова. Вот они были законодателями умов. А Белинский же был левым гигельянцем, по своим философским взглядам. То есть, идея вот этого национального духа, национального возрождения, только не немецкого, а русского, она была очень распространена среди молодёжи. И с ней соединялись уже откровенно социалистические идеи. У Михаила Васильевича Бугашевича Петрашевского происходили пятницы с сорок пятого года, на которых собиралось большое количество молодёжи. Вечера происходили у Дурова. У Николая Сергеевича Кашкина молодые социалисты собирались и обсуждали вопросы коммуны, почитателей Сан-Симона, Леру, Ламене, Луи Блана, Фурье. У Момеля, у Плещеева. То есть, это был большой круг молодёжи. Иван Аксаков, сам не разделявший всех этих воззрений, он писал своим близким в 56-м году, но писал о ситуации предшествующих лет. Николай Алексеевич Полевой и Белинский имели огромное влияние на общество. Вредное, дурное, но всё же громадное влияние. «Много я ездил по России, имя Белинского известно каждому сколько-нибудь мыслящему юноше, всякому жаждущему свежего воздуха среди вонючего болота провинциальной жизни. Нет ни одного учителя гимназии в провинциальных городах, которые бы не знали наизусть письма Белинского к Гоголю». Помните, это письмо о избранных местах из переписки с друзьями, который издал Гоголь, письмо Белинского к нему по этому поводу. «В отдалённых краях России только теперь ещё проникает его влияние и увеличивает число прозелитов. Мы Белинскому обязаны своим спасением, говорят мне молодые, честные люди в провинциях. Если вам нужно найти честного человека, способного сострадать болезням и несчастьем угнетённых, честного доктора, честного следователя, который полез бы на борьбу, ищите таковых в провинции между последователями Белинского. О славянофильстве здесь, в провинции, и слыхом не слыхать, а если слыхать, то от людей враждебных направлений». Аксаков признавался, что и его 1948 год выбил из клеи. Бакунин и Герцен были в это время за границей. Бакунин в народном восстании в Дрездене и во многом возглавлял, инспирировал славянское движение в Австрийской империи. В мае 1948 года в своей постели успел умереть Белинский, но с остальными обошлись хуже. Хотя у Сергея Федоровича Дурова, которые тоже были вечера у поэта, были взгляды более умеренные, и его не обошел удар власти. А о Петрашевцах было просто дело о заговоре. 21-го, 22-го апреля 1949 года были произведены аресты, 20 человек приговорены к смертной казни, замененной каторгой по дешафотам. То есть до последнего этим людям не говорили, что они будут помилованы, но Николай распорядился не казнить. Но их или разжал, если это офицеры, разжалованием солдаты и посылкой на Кавказ. Но в чем была их вина? Как сам их противник, их критик, барон Корф говорит, что это был заговор идей. Никакого заговора политического не было, в том смысле, что никто не планировал вооруженное восстание, подрыв, там, царского дворца или стрельбу по особому государю. Это был заговор идей. Молодые люди искали в этих левых социалистических идеях свое будущее. Они не хотели жить в этой затклой России. Это же так понятно. Молодежь же жила на одном дыхании с Англией, с Францией, с революционным движением в Германии, в Италии. А режим пытался еще жить в 18-м столетии. Вот в этом же колоссальная проблема. В Киеве в это время создано и тоже разогнаны, и арестованы, и люди сосланы, разжалованы в солдаты или отправлены в имение родителей, в лучшем случае. Это Кирилл-Мефодиевское общество. Пострадали Шевченко, Костромаров, Кулиш, Белозерский, Апанас Маркович. А ведь они хотели, они думали, они грезли о Славянской Федерации. Вот в том самом идее словизма, которую немец Неселерода считал лишь, ну, как бы, ядом, отравой, которую выдумали французы и поляки. А вот эти молодые люди мечтали об этом, талантливые поэты, талантливые историки, такие Костомаров, они мечтали об этом. Они думали о славянском единстве русского, украинского народов, народов Балкан, чехов, даже поляков. Но их за это наказывали. В устав о гражданской службе был введен тогда третий пункт – право увольнения чиновников без объяснений за подозрения в неблагонадежности, без права обжалования увольнения. То есть совсем как сейчас в России. Просто выжить сказать, что вот ты нарушаешь корпоративную этику, ты должен уйти, и все. Сердце мое ноет при мысли, чем мы были прежде, чем стали теперь. В 1953 году пишет историк Горановский Александру Николаевичу Герцену. Россия была своя революция. Еще только очень тоненький слой, поверхностный слой интеллигенции. Он жил будущим. Николай жил прошлым. А революция, между тем, разворачивалась вовсю шире и грозила России совсем не победой петрашевцев. Она грозила России полным крахом от ее заскорузлых, охранительных, невидящих путей в будущее, политических позиций, которые вскоре привели нашу страну не только в полный интеллектуальный, но и в полный политический тупик. Но об этом, дорогие друзья, на следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok